Сладкая ложь 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 делает нас свободными, правда? Истина помогает нам ходить в свете Слова Божьего, в вере. Аллилуйя! Но когда человек не хочет этого, когда он уклоняется, когда он хочет делать что-то по-своему, как ему нравится, это не приведет его к духовному здоровью. Вы знаете, что точно так же мы сравним часто материальное и духовное. Поэтому если человек даже в материальном, он будет есть неправильную пищу, что ему нравится, но она плохая, она разрушает, она плохо влияет на его организм, и он не хочет делать там какие-то упражнения, не хочет, то, что полезно ему. Понимаете, написал Слово Божьего, что оно полезно. Но мы часто не любим то, что нам полезно. Мы любим то, что нам нравится. Мне вот это вот нравится, это мне не нравится. Но это все еще такое детское мышление, потому что дети они такие. Если ты ребенка оставишь и скажешь, ешь что хочешь, что он будет есть, конфеты, пирожное, мороженое, да? То есть он вообще не будет обращать внимания на ту пищу, на которую обращают взрослые люди. И поэтому что? Родители дозированно выдают сладости, правда? Они не говорят, ой, я так люблю тебя, объедайся конфетами, объедайся мороженым, объедайся пирожным. Нет! Мы понимаем, что это на самом деле погубит нашего ребенка, мы же его любим. И поэтому очень-очень дозированно родители выдают, да? Вот сначала вот это, а потом тебе вот это, правильно? Согласны со мной? И поэтому Слово Божье, да, Слово Божье, оно точно так же, точно так же должно быть полноценным. Это как полноценное питание. И поэтому есть и такое, и такое, и то, что нам нравится, и то, что нам не нравится, может быть, но оно полезно. Скажи, полезно. Вот, поэтому нам не нужно выбирать, нам не нужно избирать что-то и от чего-то уклоняться, потому что тогда нам это будет не полезно. А когда нам не полезно, да, то тогда придет страх, придут болезни, то есть придет все то, чего мы хотим уйти, потому что мы не даем тогда места Богу, мы не даем места истине. Но истина что? Делает нас свободными. Поэтому иногда люди, они как-то вот, ну, живут в своей лжи, и они живут в своем мире, они не хотят, так сказать, видеть истину, они не хотят видеть правду, но на самом деле это все их убаюкивает, это все их усыпляет. Знаете, кто-то сказал, что запретный плод сладок, да, но всегда горькие последствия. Вот, поэтому оно, может быть, и выглядит так, все сладко, все хорошо, все прекрасно, но оно не приведет к жизни, оно не приведет к победе. И поэтому Бог не хочет, чтобы мы погрузились в такую, знаете, литургию, обольщение, литургию такого сна, в котором мы хотим жить сами, не хотим просыпаться, не хотим видеть реальность, да. Помните, в прошлый раз мы даже слово одно выучили такое, кто-то, может быть, запомнил. Это когда человек убегает сам от себя, помните, занимается самообманом. Кто-то помнит это слово? Но я лучше скажу слово пробуждение. Я его чаще говорю, оно чаще, да, прокрастинация, но это для нас бегство от самих себя. Зачем нам убегать от себя? Нам не нужно убегать от себя, потому что Бог хочет, чтобы мы поменялись, а не убежали сами от себя. Нигде не написано в Слове Божьем, вы убегая от себя. Написано, убегая от чего? От греха написано, убегая, да, еще там от чего-то убегая, но нигде не написано, убегая от себя. Дьявол хочет сделать нас людьми, которые постоянно будут бегать, 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 но что? Но так и не убегут сами от себя. Поэтому мы хотим меняться. Скажи, я хочу меняться. Я понимаю, что ты сказал, может, сейчас поверь, что ты хочешь меняться. Но мы говорим о правде, мы говорим о честности, потому что если мы не возлюбим правду, мы не захотим меняться. Потому что мы так привыкли иногда к своим каким-то вещам, мы привыкли к этому, мы не хотим быть честными сами собой. Мы говорим, правда глаза колет, не говорите мне правду, лучше дайте мне сладкой лжи бокальчик, дайте мне вот того, что мне нравится. Но Бог, как Отец, Он любит нас, Он воспитывает нас, Он учит нас, правда? И действительно, лекарства часто они горькие. Вы знаете, что в основном все лекарства горькие. И с этим ничего не поделаешь. Почему же они такие горькие, эти лекарства? Я не знаю, я не фармацевт. Но, но, это горькое лекарство, оно дает нам, что? Исцеление. И иногда нам какие-то вещи, они не нравятся, мы их не хотим слушать, может быть. Но Бог говорит, а я хочу, чтобы у тебя была хорошая жизнь, чтобы ты был духовно здоров, физически здоров, душевно здоров. Я желаю, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем. Аллилуйя. Вот этого хочет Господь. Поэтому мы должны согласиться с Богом или не согласиться. Он дал нам выбор, правда? Ведь иногда выбор, кажется, он такой трудный, кажется, выбор. Зачем нам этот выбор? Но Бог говорит, я даю выбор каждому человеку. Выбор даже ошибаться, выбор неправильно поступать. Почему? Потому что Бог нас любит, друзья. И Бог нас уважает. Знаешь, если бы Бог нас не уважал, Он бы нам не давал выбора. А потому что Бог нас уважает, Он говорит, ты должен сам решить. Ты должен сам выбрать вообще, какой тебе жизнью жить. Нужно ли тебе меняться, не нужно тебе меняться. Это твой выбор. Ты слышишь Слово Божье, да? Ты слышишь, о чем Бог хочет говорить в твою жизнь. Если ты скажешь Богу «да», если ты согласишься, эти перемены, конечно, придут. Но если ты не согласишься, да, Бог всегда говорит, я предлагаю тебе, что? Жизнь и смерть, благословение и проклятие. Но Бог всегда напоминает, избери жизнь, да, избери Бога и избери благословение. Вот. Я еще раз хочу прочитать это место Писания, что Иисус говорит, тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям. К уверовавшим Он сказал, да? «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Вот зачем мы все время говорим «слово, слово, слово», да? Иисус то же самое говорил. Он говорит, «Если вы не просто будете, да, знать это Слово или там носить в кармане это Слово, Он говорит, если вы будете жить этим Словом, по сути, да, пребудете в Слове, то вы истинно Мои ученики и познаете истину и истина сделает вас свободными». Что хотел Иисус Христос? Он пришел освободить нас, правда? И сегодня эти слова, они звучат так же актуально, и они так же нужны каждому из нас, потому что Он не говорит, что ложь сделает нас свободными, потому что ложь может быть сладкая, она может быть приятной, она может быть такой, знаете, заманчивой, но она никогда не сделает нас свободными. Иисус никогда не говорил то, что не имеет действительно причины. Он говорит, какая причина быть свободными? Это быть в истине, это познавать эту истину. Потому что людям вообще свобода нравится, правда? Вы будете свободны, Он сказал, вы будете свободны, вы будете свободны. Ты скажи любому неверующему человеку, ты будешь свободный от долгов, например. Он скажет, о, аллилуйя, ну, не знаю, что он скажет. Или еще там что-то, да, вот ты будешь свободный, ты не будешь болеть, Он тоже скажет, замечательно, да? Поэтому люди, они хотят быть свободными от чего-то плохого. Но они часто не знают, как быть свободными от плохого. Но Иисус говорит, чтобы быть свободным от плохого, тебе нужно быть где? В истине, в правде, в честности, в святости. Аллилуйя, правда? И Он говорит, тогда вы будете свободными. Потому что, ну, многие люди хотят быть свободными, но они не хотят быть в истине. Но если мы не хотим быть в истине, друзья, откуда мы будем свободными? Кстати, я сегодня коснусь вопроса исцеления тоже. Почему иногда исцеление? У кого-то есть, у кого-то нет, у кого-то да, у кого-то нет. Потому что все основано на истине. Истина делает нас свободными. Слава Богу! Поэтому, друзья, опять же, лучше сладкое, лучше льгорькая правда. Что вы выбираете? Что вы заказываете сегодня? Когда вы сюда приходили, что вы хотели услышать? Что-то приятное, что-то хорошенькое, что-то сладенькое? Да? Что вы хотели услышать? Знаете, Слово Божие нам говорит, что на самом деле, на самом деле, Бог, Он не выбирает из Библии что-то такое, что нам не нравится. Вы обратили внимание, что когда ты читаешь Слово Божье, ты видишь, что Библия, она говорит, грех – это грех. Правда или нет? Что еще Библия нам говорит? Она очень честно говорит. Она говорит, что дьявол есть или нет его? Есть. Но знаете, многим людям не нравится слово «грех». Да? Говорит, давайте скажем лучше слово «ошибка». Ошибка. Ну, в ошибках не надо каяться. Иисус не сказал, я взял все ваши ошибки на себя. Да? Поэтому Библия называет это определенными словами. Но мы порой не хотим эти слова использовать. Мы хотим найти какие-то другие слова. Может быть, они очень близки по смыслу, но они не точны. И поэтому мы не хотим, может быть, о дьяволе, мы не хотим о Баде говорить, а мы много какие-то вещи нам не нравятся, и мы их хотим просто куда-то отодвинуть. Но Слово Божие никуда этого не прячет. Оно очень честное. Знаете, Слово Божие очень честное. Поэтому, когда ты читаешь о Божьих героях, ты читаешь про них все. И хорошее, и плохое. Да? Казалось бы, вот Давид, вот Давид, вот Давид. У него должна быть идеальная биография. Я помню, когда было советское время, я читал, ну, нам говорили читать, там, о биографии каких-нибудь коммунистических вождей. Я думал, ну, это идеальные люди. Они святые. Там никаких не было ошибок у них, никаких проблем. У них все было идеально. А когда ты читаешь про Давида, ты видишь, у него все идеально было. Да, и он согрешал, там, и он отступал, и он там то, и он там... Понимаете? Почему? Потому что Бог, он честный, друзья. Вот мы бы сказали, Господи, не дай Бог, все ты про меня в Библии напишешь. Да? Вот все ты про меня напишешь. Не, Господи, только не вот это, не это, не это. Как же меня будут люди воспринимать? Да и в конце концов, как тогда я могу воспринимать какого-то Божьего героя, если я прочитал, и я узнал, и я подумал, а зачем он вообще нужен? Знаешь, Бог, он не может переступать через истину, он не может переступать через правду, и если это была правда, она так и записана в Библии, это правда. А когда дьявол пишет свои послания, там все прекрасно, замечательно, там ничего, все идеально, но ты понимаешь, это не идеально, это неправильно, и так этого вообще не было. Это просто придуманное, это просто сказочные образы сказочных героев, но у Бога все по правде, у Него все по честности, поэтому, когда ты читаешь Библию, ты порой удивляешься, ну, Господи, зачем ты это написал? Зачем ты вот это рассказал? Почему вот так было? Почему вот так было? Ну, потому что Господь есть свет, друзья, и какая бы она ни была горькая, она правда, она правда, и знаете, это дает тебе право доверять Богу, аллилуйя, потому что я знаю, что очень легко перестать доверять тогда, когда ты видишь обман, или, знаете, такая полуправда такая, ну, вот вроде бы говорит, он преувеличивает, да, ну, не врет, не врет, он преувеличивает, такой синдром рыбака, какую ты рыбу поймал, сегодня он такую, завтра такую, через месяц уже вот такая она была, потому что при каждой истории она немножко вырастает, больше и больше, ну, что он делает, он врет, или он преувеличивает, да, что он рассказывает, ну, я вот такую поймал рыбку, кому это будет интересно, да, но когда я вот такую вытащил, у меня там что-то удочка не сломалась, конечно, кажется, это интересно, но это неправда, друзья, Бог не хочет просто нас развлекать какими-то сказками, Он пишет правду, слава Богу, Он есть, это правда, Он есть, это истина, и Бог вообще говорит, что праведный, праведный от слова какого? От слова правда, это правда, праведный, Он быть жив верою, не сказками, почему иногда говорю, да, это не может быть, да, вы почитайте Библию, там всегда правда написана, там есть одна правда, в которой плохая правда, ты думаешь, зачем ее пишут, а другая правда, думаешь, а как такое вообще может быть, там Иисус ходил по воде, и так далее, разная вещь, и тут мы не верим, но это все правда, слава Богу, у Бога все правда, и Он говорит, ты должен быть праведником, человеком правды какой? Божьей правды, и эта праведность дает тебе право быть в Божьем присутствии, слава Богу, это и есть правда, и ты праведник, Господь говорит, Он не говорит, ты врун, Он хочет, чтобы ты был праведником, потому что праведность Божья, это соответствие Его Слову, Бог говорит, Бог исполняет, человек говорит часто, что? Тишина, и часто не исполняет, на то, что говорит Бог, Он исполняет, это то, что отличает Бога, поэтому, он говорит, всякий человек жив, читали такое? Что и я, Господи, всякий, но Господь праведен, аллилуйя, слава Богу, и смотрите, продолжу читать, что все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для научения, первое идет, второе, для чего идет? Для обличения, это мы уже не очень любим, для исправления, это мы еще больше не любим, для наставления в праведности, или для наставления в чем? В правде Божией, да? В правде Божией, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен, что с нами происходит, друзья? Мы часто не готовы, мы не готовы встречаться с трудностями, мы не готовы встречаться с проблемами, мы не готовы встречаться с дьяволом, мы не готовы, почему? Потому что мы не позволили Богу обличать, исправлять и научать нас, то есть мы не изменились, но если мы не изменились, то наша старая природа, она не способна дать отпор старой природе, Потому что только свет побеждает тьму, друзья. По-другому не бывает. Тьма не изгоняет тьму. Свет изгоняет тьму. И поэтому апостол пишет, для чего нам нужно Писание. Для какой цели оно? Для исправления. Вы знаете, если человек безграмотный, например, он пишет всегда все время с ошибками. И если его не исправлять, вы думаете, он исправится? Он не исправится. Почему, когда, вы помните, ты учился в школе, и ты там написал, и у тебя там учитель красной пастой перечеркнул, там надо было не молоко писать, а молоко писать. И там ты тут, там, 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 и все поисправлено. Я даже слышал, некоторые сейчас возмущаются, чтобы красными чердилами ученикам не исправляли. Хватит! Хватит исправлять! Потому что это не нравится ученикам. Он открыл, а у него все красно. То есть, говорит о том, что там все в ошибках. Но, друзья, если мы не будем, хорошо не будем исправлять, так далее, мы не поймем вообще, кто что говорит, кто что пишет. К чему это приведет, если не исправлять? К тотальной безграмотности. А тотальная безграмотность, знаете, она чревата. Ты будешь читать какую-нибудь инструкцию, а там все написано с ошибками, не так, ты сделаешь все наоборот. И тебя убьет током. Ты скажешь, ой, я этого не хочу. А исправление ты хочешь? Тишина. Мы часто не хотим исправления. Ну, нужны ли нам исправления? Слово Божие говорит, что нам нужно исправление. Аминь или нет? Или это я вам придумал, друзья? Написано, чтобы ты был совершенно Божий человек. Ты Божий человек? О, да-да, я Божий человек, я Божий человек. Ко всякому доброму делу приготовлен. Ты приготовлен? Аминь, я ко всякому делу, хорошо. Сейчас скажем, к чему ты приготовлен. О, я уже не очень приготовлен. Я, можно, завтра приду? Я еще не подготовился. Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом. Посмотрите, какие серьезные обещевания, да? А касательно чего, говорит апостол Павел? Касательно применения Слова Божьего. Заклинаю тебя, который будет судить живых и мертвых явления Его, царствие Его. Да когда еще это будет, будут судить меня? Когда это еще? Знаете, некоторые даже и не верят в пришествие Иисуса Христа. Они как бы верят, но думают, что это когда-то будет в другой жизни. Может, это вообще и не будет никогда. Поэтому это такая полувера, это не вера тоже, да? Полуправда, это неправда. Да? Полуложь, это ложь. Говорится, нельзя быть наполовину беременным, да? Кто-то говорит. Есть такие люди, наполовину женщин, наполовину беременные. А наполовину умным можно быть? Тишина. Давайте дальше читать. Давайте дальше. И что он говорит Тимофею? Проповедуй Слово. Что нужно проповедовать, друзья? Слово Божье. Знаете, можно проповедовать различные истории, можно проповедовать различные переживания. Много-много чего можно проповедовать, и это может быть интереснее даже слушать. Правда? Анекдоты рассказывать можно. Ну, кто говорит, мне анекдоты надо говорить, а Божьи притчи. Тогда уже так духовно это звучит. Но здесь, о чем говорит апостол? Проповедуй Слово. Слово. Вот что нужно здесь проповедовать за этой кафедрой. Только, да, слишком много слова, слишком много слова. Ну, друзья, вы в церкви. Вы не на концерте, вы не в филармонии. Вы в церкви. Аллилуйя. И в церкви сказано проповедовать Слово. Что еще дальше сказано? Постоянно настой во время и не во время. То есть, постоянно, что нужно настоять на Слове Божьем. В любое время, можно сказать, другими словами. Опять, обличай, запрещай. Это для кого? Это для того, кто в церкви или где? Ну, обличай, ну и запрещай. Ну, как это все, как-то несовременно это все выглядит. Как-то вот, ну, не весело это все. Обличай, запрещай. Увещевайся всяким долготерпением и назиданием. Дальше, идем дальше. Дочитаем до конца, как вы? Дочитаем. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Откуда он знал? Откуда вот он знал, что в нашем 21 веке здравого учения уже не хотят принимать? Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые были в стиле слуху. Бум-бум. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Что мне делать, как проповеднику тогда? Что мне делать? Что мне делать, Господи? Ведь люди современности, они хотят других проповедей слушать. Они хотят других проповедников, написано. Настанет такое время. Откуда он знал, что будет интернет? Потому что, ну где можно было найти столько разных учителей? Где их можно было так выбрать? Это сейчас. Включил, выключил, включил, выключил, включил, выключил, включил. А вот это ничего, это пойдет. Это пойдет. Это сладенькое, это вкусненькое, это нормальненькое. А вот это то, что надо. Ушки греют. Смотрите, в новом переводе написано, очень интересно, потому что наступит такое время, когда люди не будут выносить. Они даже не выносят. Вы что? Вы что? Вы что? Здравоучение. Они будут приглашать и жадно слушать тех учителей, которые будут говорить им лишь то, что они сами желают слушать. Сами желают слушать. Вот понимаете, это как вот ты пришел в ресторан Офисанц, мне вот это, вот это, вот это. Иди. Вот, короче, как бы заказать меню, да, заказать, вот выбрать то, что мне нравится. Но, что хочет Господь делать? Он хочет нас полноценно питать, да, полноценно, полезно. Слава Богу! Аминь! Поэтому, поэтому для нас важно, что наше духовное здоровье, наше духовное развитие, или просто, что нам весело, нам нравится, нам хорошо, вот просто вот давайте нам сладкого. Что мы хотим? Мы взрослые люди или мы еще маленькие дети? Как мы себя ведем вообще, да? Как мы думаем, о чем мы думаем? Вот, поэтому, поэтому Слово Божье, как говорится, лучше не скажешь. Лучше Слово Божьего может быть только Слово Божье. Правда? Поэтому это хорошо, когда ты читаешь, слушаешь, но если ты не читаешь Слово Божье, это нехорошо. Потому что оно дает тебе то, что тебе необходимо. Скажи Аминь на это. Слава Богу! Слава Богу, что Бог позаботился, да? Иногда у людей есть такая тенденция, есть любители обличать вообще. Вы знаете таких людей? Сегодня так тихо, никто никого не знает, ничего не слышал, моя хата с края. Есть люди, которые любят обличать других. Вот просто они думают, у них призвание обличителя. У меня служение обличителя. Но что нам говорит Писание обычно? Обличение начинается с кого? С меня. Правда? С меня. Не с твоего соседа, не с твоего мужа, с твоей жены, там еще там с кого-то, да? Обычно кто у нас жертвы обличения? Кто попался под руку? Тому сейчас будет жарко. Итак, Бог всегда говорит, мы начинаем с себя. Правда, с себя начинаем. А это самое трудное, с себя. Или нет? Пошинковать капусту рядом, ничем, Слово Божье, вообще не трудно, да? Порубил, 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 все, ничего там не осталось. Но что говорит Господь нам? Он говорит нам что? Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Вот, поэтому иногда, иногда, да, из-за такого бревноношения мы не замечаем многих вещей. Потому что если два бревна еще, в глазу по бревну, в ушах по бревну, представляешь, ты встретился с этим человеком, куда бы он ни повернулся, это бревно тебе по голове постоянно дает. Вот, а что, а что говорит Слово Божье? Сучок, ты видишь, а бревна ты не замечаешь. И еще написано, что иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует. Вот поэтому всегда легко кого-то обличать, но обличение, исправление, наставление должно начинаться прежде всего с нас. Почему? Потому что это мы дадим отчет Богу за кого? За того парня или за себя? Мы дадим отчет Богу за себя. Если ты не понимаешь, если ты отвергаешь правду, то будет что? Печальный финал. Почему Бог создал семью, благословил семью. И то же самое касательно церкви. Это его семья, это его дом, там, где Бог хочет, чтобы ты вырос, там, где Бог хочет тебя подготовить к служению. Аминь. Поэтому честность – это то, что Бог хочет видеть в нашей жизни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...